Привет всем! Друзья, смотрим видео до конца и не пропустите важные рекомендации и советы, если хотите, чтобы двигатель вашего автомобиля прослужил долго и без проблем. Двигатель это сердце автомобиля и оно не будет работать без масла. Двигатель не будет работать без масла и многое зависит от этого вещества. Если хотим прогреть жизнь нашего двигателя, тогда мы должны хорошо разобраться в некоторых нюансах моторного масла. Проблема перегрева и закипания смазочного вещества внутри двигателя является достаточно распространенной и возникает она обычно в весенне-летний период, когда жара может спровоцировать дополнительное повышение температуры внутри двигателя. Однако это не исключено и в условиях сильных морозов. Смазочные материалы необходимы для снижения сил трения между поверхностями рабочих деталей и узлов двигателя. При работе на сухую происходит заклинивание, быстрый износ и выход из строя всего мотора. К основным требованиям относятся следующие факторы. Исключение трения между деталями. Свободное прохождение смазочной жидкости по всем каналам масляной системы. Рабочая температура масла в двигателе автомобиля составляет 90-105 градусов Цельсия. Многие автомобили оснащены специальными индикаторами на приборной панели, с помощью которого водитель всегда может следить за температурой моторного масла. Но если такой индикатор не присутствует, рекомендую приобрести на Алиэкспресс датчик температуры масла. Ссылки на магазин будут в ниже в описании видео. Когда наш двигатель работает с большими нагрузками, например, поднимаемся на перевале, обязательно мы должны следить не только на индикатор температуры антифриза, но и на индикатор температуры масла. Если индикатор температуры масла нам показывает более 125 градусов Цельсия, это значит, что мы должны быть в тревогу. Значит, у нас в двигателе что-то не в порядке. Не исключено, что масло радиатор нужно проверить и заменить. Есть об этом у меня в видео, и ссылку оставлю ниже в описании этого видео. Если вы заметили, что температура масла очень высокая, сразу не надо паниковать, а действуем следующим образом. Первое. Минимизируйте нагрузку на двигатель. Для этого уберите ногу с педали газа, чтобы понизить обороты. Второе. Включите автомобильную печь на максимальный обдул. Это позволит вывести из рабочей зоны часть перекрытого воздуха и снизить его концентрацию в движке. Третий. Если позволяют дорожные условия, прокатитесь накатом до полной остановки автомобиля. Встречный поток ветра охладит моторный отсек. Четвертый. Как только машина остановится, выождите еще 5-10 минут, и только после этого глючите двигатель. Разберем причины, из-за которых температура моторного масла начинает повышаться. Первая причина. Это вышла из строя охлаждающая система двигателя. Антифриз не охлаждается. Например, спровоцировать это может обрыв или ослабление ремня привода вентилятора или насоса системы охлаждения, неисправность гидромуфты привода вентилятора, загрязненность радиатора и прочие несовершенства конструкции. Второй. Также причиной повышения температуры масла может пить. Масло-радиатор, теплообменник не охлаждает масло. Третий. Причина повышения рабочей температуры защитной смазки это ее низкое качество. Если вы стремитесь экономить на техническом обслуживании, сразу готовитесь к появлению неприятных сюрпризов в его работе. Низкокачественное моторное масло не справляется с постоянными скачками температуры внутрисиловой установки. Оно быстро теряет эксплуатационные свойства, превращаясь в водянистую жидкость, которая, мало того, что начинает стремительно стыкать с механизмом, оставляя их без защиты, так еще и начинает гореть и испаряться. Чем опасна высокая температура масла? Если температура масляного материала становится выше 105 градусов Цельсия, то его вязкость быстро снижается, и детали из-за нарушенного защитного слоя начинают соприкасаться друг к другу. Как только это произойдет, сила трения между деталями возрастает, что послужит причиной сокращения теплового зазора между элементами. Горячее масло более свободно начинает протыкать между щель трущихся деталей двигателя, вследствие чего падает давление масла в двигателе и масленка начинает моргать и поддавать аварийный сигнал. Трущихся деталей двигателя начинают быстро изнасиваться, увеличиваются зазоры между ними, что в итоге влечет падение давления масла в двигатель, и все это спровоцирует в дальнейшем быстрый износ и выход из строя деталей силового агроката. Повышение температуры моторного масла активирует его окисление и быстрое устаревание. От циркуляции в моторе испорченной смазки на всех узлах конструкции остаются частички шлама, лаки и нагар. В результате окислительных реакций в двигателе образуются масляные пленки, лаки, которые под воздействием высоких температур запекаются на движущихся элементах системы. Основную опасность они предоставляют поршням, поршневым кальцам и канавкам, а также цилиндрам двигателя. Как только температура моторного масла превысит отметку в 125 градусов, оно полностью утратит вязкость и начнет витекать сквозь неплотности конструкции. Таким образом, двигательная система начнет испытывать масляные голодания. Начиная с 125 градусов Цельсия, масло испаряется и улетучивается с парами горючего, не попадая на поршневые кольца. Количество моторного масла резко уменьшается, что вызывает потребность постоянного водоливания. Опытные автовладельцы рекомендуют новичкам перешно относиться к своему транспортному средству. Не допускать длительных поездок на большой скорости. Отслеживать температуру машинного масла. В рекомендованный срок произвести замену смазочного продукта. Использовать только проверение сорта моторного масла. Ну и в конце видео хочу попрощаться и прошу вставьте лайк, палец вверх, подписывайтесь на канал и желаю всем удачи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok